Влаги Азербайджана и Кыргызстана в руках школьников. Символ того, что дружба между двумя странами вышла на новый уровень. Ведь, как известно, самая крепкая – та дружба, которая началась с детства. Сегодня в столичной школе номер 20 присвоено имя первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Присвоение имени Гейдара Алиева в школе является большой честью для нас, потому что в этой масштабной личности сфокусировались надежды и чаяния не только народа Азербайджана. Кем бы он ни был, находясь на посту первого секретаря ЦК Компартии Республики или будучи у себя на малой родине на Хачеване, Гейдар Алиевич был выдающимся представителем своей эпохи, тонким и вдумчивым мыслителем, созидателем, человеком с большим сердцем. Хочу также напомнить, что будучи членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, работая первым заместителем председателя Совета Министров СССР, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. Его богатейший политический и государственный опыт, твердость и принципиальность в отстаивании интересов народа, мудрость и высокие человеческие качества по праву снискали уважение далеко за пределами Азербайджана. Я выражаю надежду на то, что в будущем из стен этой школы выйдут личности масштаба Гейдара Алиева. Одна из самых известных фраз Гейдара Алиева – «Будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня». Этот принцип актуален и в наши дни. Как отметил президент, образование молодого поколения страны постоянно находится в центре внимания. Важно отметить, что образование молодого поколения постоянно находится в центре нашего внимания и, естественно, потому что настоящее и будущее любой страны непосредственно связано с качественным образованием, способностью применять полученные знания на пользу обществу. Убежден, что дети получат в стенах этой замечательной школы только качественные образования будут воспитаны настоящими патриотами страны и профессионалами своего дела. Азербайджан эту инициативу поддерживает именно поэтому и был взят курс на укрепление сотрудничества в сфере образования с Кыргызстаном. Сейчас стоит задача расширить его. Роль Гейдара Алиева в воспитании современного поколения азербайджанцев также берет истоки еще в советское время. Когда Азербайджан был единственной республикой бывшего СССР, которая по настоянию Гейдара Алиева имела право отправлять в ведущие вузы СССР около тысячи азербайджанских юношей и девушек, которые проходили по так называемому вне конкурсному набору. То есть они сдавали экзамены в Баку, а направлялись в ведущие вузы СССР. Тем самым создавался кадровый потенциал, который сегодня очень востребован в Азербайджане. Создавать такой кадровый потенциал Азербайджан и Кыргызстан теперь намерены совместно. Вчера на заседании Межгосударственного совета была озвучена необходимость увеличения квот в вузах для студентов двух стран. А сегодня уже говорилось об обмене опытом со школьной скамьи. Посетить Азербайджан, соответствующие инструкции, вот, мною сейчас даются. На ближайшие каникулы я вас приглашаю, мы организуем ваш приезд, ваше пребывание в Баку, и если будет желание, и в других местах Азербайджана. И в целом, я думаю, что надо вот уже сейчас начать работу по созданию вот таких вот отношений, контактов между нашими средними учебными заведениями. Это будет воспитывать нашу молодежь в духе сотрудничества, братства, дружбы. Это будет нас взаимно обогащать. После официальной церемонии открытия главы государств зашли внутрь школы, осмотрели залы, учебные классы. Ильхам Алиев подписал футбольный мяч и подарил его ученикам. Здравствуйте! Дети хотели у нас получить автографы ваши? Ильхам Алиев, мы рады вас видеть в нашей новой школе. Можете раздать роспись, как еще наши дома. Еще более тесное общение у президентов прошло с учениками младших классов. Их главы государств застали за завтраком. От вкусной каши удержаться не смог ни Садыр Джапаров, ни Ильхам Алиев. И я знаю одно, эту песню пою я тебе. А в просторном актовом зале президентов ждал концерт. Дети прочли стихи, спели песни о дружбе Кыргызстана и Азербайджана, а также зачитали отрывок из эпоса Манас. Школа имени Гейдара Алиева рассчитана на 500 мест. Но за счет того, что здесь будут заниматься дети в две смены, число учеников увеличится до с тысячи. Программа общеобразовательная, но с акцентом на воспитание в духе дружбы с Азербайджаном. Мы будем включать обязательно же культурное взаимодействие с Азербайджаном. То есть будем включать элементы азербайджанского языка. Будем стараться изучать тоже, потому что у нас будет сотрудничество. И вот лично президент Азербайджана сегодня нам обещал, что мы полетим в Баку, то есть будет культурный обмен среди педагогов наших стран. А это уже школа в жилмассиве Кокжара. Она построена за счет средств, выделенных Азербайджанской республикой. Учебное заведение носит имя Низами Гяндживи. Запуск школы прошел с участием двух президентов. Площадь учебного заведения составляет 2031 квадратный метр. Оно рассчитано на 550 ученических мест. В школе помимо классов предусмотрены большой актовый спортивный зал, столовая, библиотека, кабинеты для вне классных занятий и медицинский блок. На территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка. Наверняка в столице Кыргызстана появятся и другие кыргызско-азербайджанские объекты. Ведь накануне между Бишкеком и Баку было подписано соглашение об обратимости городов. Екатерина Дакамбаева, Нурдан Кыребеков, Пирамида.